Привет! С вами наша рубрика ProSport. Весной все хотят подготовить свое тело к лету, чтобы классно выглядеть на пляже. И мы тебе в этом поможем. Я Сергей Сорокин, и сегодня будем тренировать твой пресс. Поехали! Сергей, ну что, давайте приступим. С чего мы начинаем прокачку нашего пресса? Ну, если сегодня пресс, именно один пресс, то, конечно, лучше разогреться. То есть на дорожке 5 минут пройдем и начинаем качать пресс. Прямая мышца живота, он делится только на одну группу. Там нет ни нижней, ни верхней. Начинаем или со скамьи мы начинаем, или молитва. Есть два упражнения, но обязательно это скручивание называется. Но хочу сразу сказать, если у вас огромный живот или очень много жира, то пресс качать не надо. Как только человек худеет, все начинает показываться свое естественное. Так что, если у вас очень большая прослойка и живот очень большой, качать его не надо. А качать его надо тогда, когда человек похудеет. Большая жировая прослойка, то лучше на дорожку или силовые какие-то упражнения, да? Да, чтобы жир сжигал. Естественно, да, естественно. Только силовые упражнения. Ну, естественно, диета 90%, конечно. Все, и только потом пресс. Вы советуете начинать с камни, да? Или как? Или без разницы делать сначала молитву, или же делать сначала скручивание? Как? И скручивание, и на этом, на станочке, и на молитве – это очень сложное упражнение. Там, если там люди качают по 50, по 30 повторов, такого не должно быть. С 25-го к повтору уже должно быть жжение. Даже с 20-го, если человек концентрируется хорошо, сгибает свой пресс, а не спиной качает. Но в основном это и делают. Только спиной качают. И делать молитву неправильно. Скручивание делать на скамье тоже неправильно. Амплитуда движения практически 30-40 градусов, не больше. Но мы сейчас для этого и здесь находимся, чтобы показать, как правильно качать пресс. Скамеечка вот под таким углом. Почему под таким углом? Потому что нагрузка на пресс – самое то, что нужно. Усаживаемся аккуратненько. Зафиксировались. Ручки здесь. Всегда должен человек группироваться. Вот и вся амплитуда. Ну, есть еще, берут вес большой. Это ни к чему, это спина работает. Показываю, делаю, как правильно. Все, вот с этого положения начинаем. Выдыхаем. Вдох, выдох, вдох. Вдох, выдох. Вдох при подъеме, да? Да, обязательно надо легкие освобождать, чтобы в легких воздухе не было. Тогда сгруппируйся очень правильно и хорошо. Еще раз показываю. Все, вот это правильное упражнение. Никаких поворотов не надо этого делать. Мышца, она есть мышца. И цепляет и боковые, межреберные мышцы, и прямая мышца живота. Так, ну, сейчас, конечно, покажем мы самая такая ошибка. Это мы ложимся практически, опускаемся сюда и с этого положения поднимаемся. Вот. Что у нас работает? Мы свой корпус именно выдергиваем не прессом, а спиной. То есть правильно вот. Да, правильно вот так вот. То есть не вот так вот, а именно... Вот этот участок мы оставляем на месте, а изначально начинаем группироваться. То есть сильнее, 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 сильнее. Вот так вот. Все, начинаем группироваться. Выдыхаем. Все, вот тогда будет хорошо работать пресс. Четыре подхода по максимуму. Вот так надо делать. И будет ваши кубики. После того, как мы сделали скручивание на скамье, у нас идет молитва, упражнение, которое прям очень эффективно продвигается. Да, очень хорошо, если кто умеет наработать и научится. Есть два варианта. Есть канатная веревка, есть на трапеции. Трапеции вставляются в локоть, канатная веревка, голова упирается в канатную веревку. Ну, вот мы сейчас покажем все. Исходное положение не подходим. Трос должен натянут. Становимся на коленочке. Упираемся локтями, лбом в канатную веревочку. И начинаем группироваться. То есть локти тянем к бедрам. То есть группируем, спину делаем горбатой. Ну, как это, чтобы понять было людям. Поехали. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Вот такое делается правильное упражнение. С 15-20 повторений тоже начинается сжение. Если нет сжения, то делается опять неправильно. Опять мы спиной тащим. Теперь показываю, как делается неправильно. Берут очень большой вес. И ошибка. Это, естественно, прямая спина. Раз. Вот это вот. Вот это вот. Вот это. То есть скручивание как такового не происходит? Абсолютно нет. То есть прямой спиной делается это упражнение. Не делается. Всегда делается обязательно скручивание. Уперлись головой. И поехали. Не надо. Не так. Не вот так. Именно вот так. Почему так? Потому что работает пресс. Все. Руки не работают, только работает пресс. Теперь переставим канатную веревку на трапеции. Что такое трапеции? Сейчас мы увидим. Этот специально лямочки. Цепляем. В принципе, то же самое. Но здесь, если мы давили лбом, то здесь просто тянем локтями. Вставляем аккуратненько. Беремся. Вот. Все. Уже намного удобнее и проще. И поехали. Кто-то скажет то же самое. Нет, это не то же самое. Если мы здесь, у нас руки напряжены, здесь не напряжены. Здесь идет пресс и локти, канатную веревку. Мы тянем руками, а здесь локтями. Сергей, в домашних условиях чем мы можем заменить эти упражнения? В домашних условиях заменить это упражнение можно лежа на полу, ножки под диван, или кто-то держит тебе ножки, или ножки на диван. Но упражнение должно быть везде одинаковое. Группируемся, группируемся, поднялись, поднялись, опустили, не надо подниматься там полностью, просто раз, раз. То есть, амплитуда движения впречь очень маленькая, очень маленькая. Если там поднимаешься, это уже начинается спина работать. Все. Это ножки под диван, или на диван. И поднимаем корпус. Ну, не больше там, там 15-20 сантиметров от пола должны плечи отрываться. Также группируемся. Ваш индикатор должен быть такой, что у вас округлена спина постоянно. Вот это будет хорошо. Вот и все. Ну, и с ровной спиной тоже никто не качает. Это статика, она, в принципе, мышцы не работают. Они просто напряжены, и все, не больше. А мышца должна работать. Расслабляться и сжиматься. Итак, подведем итог. Если вы будете качественно разминаться и выполнять упражнения так, как показал наш тренер, то уже к лету вы приобретете красивый живот. Смотрите наш следующий выпуск.